Всем привет, друзья! С вами Батарец, и мы продолжаем проходить Солифейс. Решал, решал я эту головоломку, тыкал, ничего у меня не получалось открыть эту четвертую дверь. Плюнул я уже на нее, пошел направо, и посмотрите, я тут нашел. Стоит какой-то козел. Ну-ка, кто такой? Ты кто? Я. Лорд Вильзевул. Ух ты, правда? Так значит, ты дьявол или типа того? Нет, это прозвище. Меня наделили им сородичи. С семьей порой тяжело. Воистину. Можно я пройду в ту дверь? В шестую хотя бы, я могу пройти? Ты только что пришел. Нет, тебе нельзя проходить через мою дверь. Сперва ты должен восхититься моими творениями. Твоими творениями? Да. Батиме их пять. Последнее не должен видеть ты. Среди доступных четырех увидеть должно три. А как закончишь, так ко мне приди. Ладно, как скажешь, Эдгар. Вильзевул. Лорд Вильзевул. Лады Вильз. Это мы его так назвали. Мягко, да? Ну, а что? А какие создания? Я со всеми поговорил. Я был в первой, во второй, в третьей двери. Еще в прошлой серии. Повтори-ка свой стишок. Во тьме их пять. Последнее не должен видеть ты. Среди доступных четырех увидеть должно три. Ну, как бы я был. Я уже ходил. Зачем мне опять повторять все это? Окей. Может быть, потому что я закрывал игру и сейчас нажал продолжить, и все это скипнулось? Хуй его знает. В дверь постучали, и я вновь прозрел. Я вновь стал собой. Внезапно оно владело мной, и свобода обернулась с иллюзией. Я был вынужден наблюдать узник собственного разума. Ну, мы это все видели. Вот он, пожалуйста, первый. Благо, что все эти три двери открываются, поэтому нам просто нужно еще раз прогуляться по ним. Тут, по-моему, направо. Да. Здесь просто одни головы торчат. Что мы сделали, чтобы заслужить эти муки? Не знаю, ребят, вы провинились. Ну, просто так кому-то головы не отрывают, и на стену их не вешают. Явно где-то накосячили. Идем далее. Ну, и здесь налево. Вот. Вот руки и ноги, которые ищут свою голову. Их надо перенести во вторую комнату. Так, ну, это мы тоже все читали. Дважды мне это нахуй не надо. Возвращаемся. Вельзя, давай пропускай. Посмотрел я на твои творения. Очень, конечно, прекрасные. Итак. Пронизывающий взгляд. Они полны раскаяния и скорби. Их грехи, они страдают. И я назаврон какой-то там... Они убиты горем. Все. Пропустите меня, пожалуйста. Теперь я могу пройти в ту дверь? Когда пройдешь через эту дверь, пути назад не будет. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся, Вельс. Да ко мне все равно идти некуда. Поэтому смыслом не возвращаться. Где-то по космосу гуляем. Можно и телик посмотреть. Правда, кассеты нет. У меня были картриджи, ведь, от приставки. Но, видимо, это совсем не то. Походу, сюда я еще не раз вернусь, и мы что-нибудь посмотрим. Ну, ладно. Это мы уже в подростковом возрасте. Хм. Где мой телефон? Давай поищем. Телефон должен быть всегда где-то на тумбочке, на видном месте. Ну, либо в кармане штанов. А если я нажму на Ку... Да, вещей у нас с собой нет. У нас есть гитара. В принципе-то. Тогда пойдем без телефона. Не хочешь, так не хочешь. Я предложил тебе посмотреть, ты не захотел. Но мы только переехали. Даже вещи еще не разобраны. А где батя-то наш? Сходим наверх. Наверняка там лежит, смотрит футбол. Подождите-ка. А это вообще не наш дом. Это какой-то Нил, это что за общага такая? Может быть мы с пацанами скооперировались и сняли себе дом? Утреца салио. Че как? Привет, Нил. Сегодня без хвостиков, а? Кажется, я ни разу не видел тебя с распущенными волосами. Едва узнал. Ага. Ты как, чувак? Ты словно в облаках витаешь. Да, я в порядке. Ты нормально спишь? Я слышал, что ты пару раз вставал прошлой ночью. Внизу есть кофе. Знаешь, что ты его не жалуешь? Что тебе стоит выпить кружечку? Это поставит тебя на ноги. Я никогда не начинаю день без дозы кофеина. Спасибо. Чувствую себя разбитым. Без проблем саливо. Блядь, и даже не дают мне к компу пройти. Ахуй мне этот твой кофе. Я бы сейчас вон там пару каток в доту бы скатал и все. И зарядился бы ненавистью на весь день. Ну, кофе-то кофе. Нил его обожает, но я не переношу. Так что нет, спасибо. Странный человек не любит кофе. Я вот, например, тоже обожаю. Снаружи так светло. Так светло, что мы не хотим оттуда выходить. Может, цветок стоит полить? Ну, я так понимаю, что мы ходим в поисках нашего телефона. Наша местная загадка. О других новостях этим утром горела Нотфилдская фабрика. Пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно. Однако к тому времени, как им удалось справиться с пламенем, большая часть зданий и материалов были уничтожены. Это предприятие было главным местом работы для жителей нашего городка с 1934 года. Это третий случай пожара в здании, однако никогда прежде он не достигал таких масштабов, как сегодня. Власти считают, что пожар был устроен намеренно, однако более подробную информацию в данный момент предоставить не могут. Ранее в этом году был юбилей лица дня предыдущего пожара, второго по масштабам. В нем погибло 20 человек. К счастью, в этот раз обошлось бессмертие, на которое рабочих в данный момент находятся в больнице с незначительными повреждениями. В настоящее время неясно, смогут ли владельцы позволить себе реконструкцию предприятия. В последние десятилетия их прибыль постепенно снижалась, что приводило к финансовым проблемам. Если им не удалось остановить производство, многие семьи потеряют источники дохода. Мы будем держать вас в курсе происходящего по мере поступления новостей. Ну да, печальные новости. Можно сходить в подвал и ванну, но, наверное, сначала стоит умыться. Умыться и взбодриться, если мы не выпиваем кофе. Блять, ну этот Сали Крам Сали, конечно, меня удивляет. Кофе не пьет, блять, не умывается. Что он вообще делает? Теперь понятно, где у нас живет Гизма. Да подожди, куда ты пошел? Я хотел говно попробовать убрать. Уже которую серию подряд пытаюсь это сделать, и у меня ничего не получается. Надо же следить за этим всем. Не свинарники ведь жить. Гизма, ты как, дружище? Чувак, серьезно? Откуда ты вообще продолжаешь таскать эти стикеры? Ну, к сожалению, мы кошачий язык не понимаем. Слушайте, классный у нас задний двор. Мы только сменили замок, так что я не знаю, какой код установил тот. Я думаю, что стоит к нему подойти и узнать. Прямо так вот спросить напрямую. Тот, скажи, пожалуйста, какой кодовый замок в сарае? Все. И никаких проблем. Но если тот, конечно, еще жив. А он должен быть живым. Потому что в будущем, как бы, мы его видели. Он есть. Он, правда, там с ума сошел. И нам предстоит выяснить, что с ним не так. Ну, Салли говорит, что он не в настроении смотреть телевизор. И я с ним полностью согласен. После таких новостей я бы вообще его больше не включал никогда. Телефон. Продолжаем искать телефон. Где он может быть? Возьми и посмотри в ящике, Сал. Здесь тоже нет нигде телефона. У меня нет цели при этом, при всем. Подожди, ну кто-то же должен знать пароли от сарая. Не только ведь тот. Дружище. Ты не видел мой телефон? Нигде не могу найти. Уже всю хапу обошел. Ах, да, я нашел его прошлой ночью на крыльце. Решил, что не стоит оставлять и захватил с собой. И чуть о нем не забыл. Спасибо. Я и не понял, что оставил его на улице. Не парься, со всеми бывает. Держи, чувак. Прекрасно. Уже на одно задание меньше. А где тот? У него занятия этим утром. Понятно. Как продвигается охота на призраков? Тот говорил, что последнее время все движется медленно. Медленно? Хотя... Ну да, медленно. Еле движется с мертвой точки. Вы ведь опять пытаетесь защитить меня, парни? Это очень мило, но вы ведь знаете, что я способен за себя постоять. К тому же я старше вас на два года. Да нет, просто... Да-да, пять лет назад четверо друзей заключили соглашение, и я уважаю такую верность. Вообще-то это охренеет как мило. Кстати, о милом. Я слышал, что сегодня приезжает очаровательная Эш. Одинокая волчица четырех всадников возвращается. Волнуешься? Ну, мы должны встретиться днем. Значит, это нет? Не могу дождаться нашей встречи. Просто, знаешь, чувствую какую-то усталость. Внизу еще остался кофе. Он взывает к тебе. Салли, кромсали, возьми меня. Но Салли не пьет кофе. А ты слышал эти странные звуки? Эм... Придется тебе уточнить, мистер Сони. Но прошлой ночью мне показалось, что я слышал что-то вроде странной сирены. Я ничего такого не слышал. Может, Гизма опять смотрел телевизор? Нет, это не так. Как будто... Ах, неважно. Наверное, просто кошмар. Боже, чувак. Ты точно себя хорошо чувствуешь? Да, я в порядке. Как работа? Ах, блинский работа. У меня же утренняя смена. Мне нужно бежать. Саллио, увидимся позже. Отлично, он свалил. И теперь мы, наконец, можем пройти к компу и... Зайти в Стим. Нет. Я не понимаю вообще, как живет Салли. Вообще, какое удовольствие он получает от жизни. Он не пьет кофе. Он в ванне не умывается. Он даже за компом не сидит. Очень странный молодой человек. Мой мобильник напоминает о деньках, когда мы с Ларри пользовались рациями. Ну, давайте мы его используем. Аккумулятор сдох, надо бы зарядить. Без проблем. Возвращаемся в нашу комнату. Где зарядка лежит, я уже знаю. Сейчас мы быстренько его подключим и наберем эш. За окном уже день, нам нужно с ней встретиться. Надо будет проверить через минутку. Ну, окей. Я тебе говорю, пойдем в доту сыграем. Хотя нет, это затянется. Нам нужно подождать всего лишь минуту. А запустим доту, это все, этот день сразу пролетит. Все еще заряжается. Ну, давай сходим тогда в соседнюю комнату. Посмотрим еще раз на все эти коробки. На всякий случай я здесь все протыкаю. Ну, и все еще заряжается. Хорошо, тогда я пойду проверю кота. Потому что телевизор смотреть мы не в настроении. А может мы, кстати, сейчас смс-ку отправим, скажем, тот дружище, блядь, скажи, какой там пароль. Я пока в сарае пошуршу. Да, ну и котяра нам ничего не говорит. Он не умеет разговаривать. Подождите, почему я должен ждать минуту? Минуту игрового времени или реального? Я не хочу ждать. Что вообще за бред, блядь? Телефон подключил к сети, к зарядке и все, и сразу можно его включать. Это так работает, не надо там никакие минуты ждать. Кажется, зарядился. Ларе прислал несколько сообщений. Давайте мы их прочитаем. Не спишь? А когда пришло это сообщение? Уже нет. А что такое? Что-то не так с апартаментами Эдисона. Помимо призраков в шутком подвале? Серьезно, я серьезно скоро буду. Дай мне пару минут. Напиши, как будешь готов. Окей. В пути. Поправляемся в апартаменты. Давайте посмотрим, что там такое происходит. Все там, не слава богу. Эпизод четвертый. Суд. Ваши слова довольно сильно разнятся с вашей изначальной историей, мистер Фишер. Разве вы не утверждали ранее, что не поддерживали общение с Ларри Джонсоном? Утверждал. Вы признаете, что врали в своих изначальных заявлениях? Да, я находился в состоянии шока и думал, что правда лишь усугубит положение, что мне никто не поверит. Я не знал, как поступить иначе. И как же нам теперь верить вашим словам? Как разобраться, где правда, а где ложь? Кроме правды у меня ничего не осталось. Важно, чтобы люди прислушались к моим словам. А поверят они им или нет? Что ж... Ради их же блага, надеюсь, что поверят. Это угроза. Это предупреждение. Вы хотите, чтобы мы поверили, что Панокфеллу до сих пор разгуливает убийца? Что предоставленные сегодня улики кровь жертв? На вашей одежде и коже отпечатки ваших пальцев на орудии убийства? Записи с камер наблюдения? Показания свидетелей? Что все они призваны вас подставить? И кто же так потрудился? Полиция округа? Если суд не возражает, я хотел бы продолжить давать показания. Эту историю важно рассказывать в хронологическом порядке, чтобы избежать выдергивания деталей из контекста. Ну, еще сильнее, чем они уже были выдернуты. Суд не возражает. Прошу, продолжайте дачу показаний мистер Фишеру, но запомните, ответить на вопросы обвинителя вам все равно придется. Я на все отвечу. Продолжайте. История продолжается. Чувак, говорю тебе, что-то явно не так. Ты снова видел демона? Нет, я не видел его с тех пор, как мы его сто лет назад вынесли. Да, я утром взял супергербой и все здание прочесал, но ничего не нашел. Все призраки куда-то пропали чуть ли не месяц назад. Как-то странно. Хотя это может и неплохо. Может они наконец смогли отойти в лучший мир? Не знаю, мужик. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Как будто у меня под кожей что-то копошится, в черепе скребется, словно затнище перед бурей. Я это чувствую. Опять. Может быть, Ларе в голову просто таракан через ухо заполз? Такое бывает. Хм. Что? Дежавю. Я тоже его испытываю, будто все в тумане, а за ним что-то ждет, притаившись. Да, именно. Но что бы то ни было, источник в апартаментах. Ну, че, посмотришь со мной или как? Конечно, посмотрю, дружище. Айда. Все, мы отправляемся. Сходим за Тоддом? У него сегодня занятие. А, точно. Я надеялся, что он сделает новый гаджет или типа того. Он работает над чем-то, но, кажется, еще не закончил. Модификация гитары, наконец, завершена. Но тот еще трудится. А че, мы пешком пошли? Вы посмотрите, там кого-то раздавило. Он работает над чем-то, но, кажется, еще не закончил. Модификация гитары, наконец, завершена, но тот так и не показал мне, как ее пользоваться. Лучше с ней не баловаться. Надеюсь, она будет работать лучше, чем та штуковина в виде коробки, которую он сделал в прошлом году. Точняк. Предпочитаю, чтобы моя гитара оставалась целой. Наверх я не могу пойти. Жаль. Ну что, ты готов? Почти. Хочу перевести все, что осталось на выходных. Наконец-то переверюсь из своего города. Круто. Тот сказал, что мы можем взять фургон. Шикарно. Ага. Мы просто идем и болтаем. Проходя мимо кладбища. Жуткое зрелище. А может, мы туда сможем зайти? Может быть, даже здесь наша матушка была похоронена, нет? Ларя, а что ты притих-то? Такой разговорчивый был, и все. Как мимо кладбища-то начали идти. Ну вот мы и пришли. Апартаменты Эдисона. Кажется, про бурю ты не ошибся. Ну да, надвигается шторм. Что ж, вперед. Погнали. Так, это первый этаж. Где-то здесь должен проживать Эдисон. Мы сейчас сразу к нему пойдем. Вот он. Добрейшего утра, юные сэры. Как вы себя чувствуете этим прекрасным днем? Неплохо чувствуем. А вы? Я просто замечательно. В апартаментах в последнее время очень спокойно. Ну, конечно, мы скучаем по своему дорогому Салу Фишеру. И с Ларри тоже будет грустно расставаться. И я буду скучать по этому месту. Ну, пора, наконец, выбраться из подвала. К тому же, живем мы буквально через дорогу. Понимаю. Наши юноши совсем выросли и готовы к следующему этапу своих жизней. Рад за вас обоих. Знаете, мальчики, я желаю вам всего самого лучшего. Вы этого достойны. Спасибо. Спасибо вам, Терренс. Ну, как бы все. Ларри, мы пришли, мы с ним поговорили. Ничего здесь не происходит. Но нам нужно обыскать. Хорошо. Гербоя у нас нет. Соответственно, нам нужно искать не духов, а кого. Кого я должен найти? Напомню, почему вещи Розенберг оставили тут? Эдисон до сих пор считает, что она уехала отдыхать или вроде того. И что она вернется. Вот уж не думаю. Так, 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 так. А это что там за кусок такой лежит? Ну-кась. Хм. Что там? Это зуб? Фу, чувак. Ты подобрал его голыми руками? Не оставлять же его здесь. Что, если он нам понадобится для чего-нибудь? Да на какой лят нам может понадобиться зуб? Привет, я Салли Крамсали, а это мой друг Ларри. Мы исследуем паранормальные явления и оккультную деятельность внуков. Или здесь творится всякая чертовщина. Верно подмечено. Классно. У меня есть зуб. О! Зуб с буквой Е. И это причем второй из пяти зубов. Окей. Я до сих пор не уверен, что с ней произошло. Ты говорил, что она типа исчезла, да? Да, но не только. Перед тем, как исчезнуть, она стала призраком. Мне кажется, что она была не совсем человеком. А, да. Помню ты говорил. И она какое-то время состояла в культе, но потом остановила их или попыталась остановить. Так что она была очень старой. Я думаю, что она была... На пришельца она не особо была похожа. И демон вряд ли. А вот ведьма вполне может быть. Было бы логично. Только вот если у нее были способности, зачем Розенберг болталась в этой квартирке? Ну, может она была слишком старой или просто сдалась? Будь у меня способность, я бы никогда не вышел на пенсию и постоянно бы вляпывался во всякое деревишко. И в этом я и не сомневаюсь. Супергербой здесь что-нибудь ловит? Нет. Ничего. А ты, кстати, можешь мне его отдашь, дружище. Чтобы я как бы сам тут все проверял, а не тебя каждый раз об этом просил. Ладно, один мы зуб нашли. Нам нужен... Нам нужен... Нам нужен тот. Мы его попросим сделать какой-нибудь зубоискатель и будем ходить сканировать местность. Здорово я придумал, да? Да, че тебе сал? А он что здесь делает? Сдастся, миссис Гибсона. Мы хотели... Ну что ж, обычное дело. Да уж, эта дамочка обид не прощает. Че она обиделась-то на меня? На обиженных как бы воду возят и... Сказал бы я, что еще с ними делают. Ну, я думаю, многие из вас догадываются. Не будем это озвучивать. Сходим в подвал. Я помню, здесь где-то была коробка с пропавшими, найденными вещами. Может, там есть пару зубов? Нет, туда мы пройти не можем. И... И это у нас что? Спальня 1, спальня 2. Ага, понял, понял, куда мы пришли. А че, серьезно? Я прям могу опять по всем этим локациям, что ли, проходить? А есть ли в этом смысл? Блядь, серьезно, смотрите. Блядь, я, видимо, где-то обронил ключ, пока ходил везде утром. Помнишь, когда последний раз его видел? Не, но я был на 100 пудов уверен, что он спокойненько лежит у меня в кармане. Он обязательно найдется. То есть это намек на то, что я еще сюда приду. Блядь, серьезно? А вот еще один зуб. Не зря я сюда пришел. Еще зуб? Ага. Это, наверное, подсказка или типа того? Да, конечно, это подсказка. Вот буква. Получается N, второй зуб E. И всего их пять. Может быть, это слово never? Никогда. И что? Мне это пока ни о чем не говорит. Скорее всего, одна квартира, одни апартаменты, один зуб. Поэтому отсюда можно спокойно уходить. Но, естественно, мы залутаем все, потому что знаю я. Потом, блядь, нахуй будем ходить тут круги наворачивать. Все прокликиваем. Абсолютно все. Я даже больше скажу. Один зуб, один этаж. Страна покидать это место после стольких лет, что я здесь прожил. Я чувствовал то же самое, когда мы переезжали из Нью-Джерси. Но тогда я не знал, что именно такая перемена мне и требовалась. Так что я рад, что все так сложилось. Ага, будет круто жить в одном доме с тобой, Тоддом. Честно говоря, я жду не дождусь. И все же я понимаю, что переезжаю не так уж и далеко. Но мне все равно почему-то немного грустно. Это большая перемена, Ларри. Испытывать такие чувства в подобной ситуации абсолютно нормально. Ты в порядке? Да, я в порядке. Давай продолжим поиски. Ларри, ну ты что, блядь, комнату повесил? Нос повесил. Комнату. Нос не вешай, не надо. Что-то, видимо, с матушкой его случилось. Она, наверное, в тот раз-то заболела и как бы и все, и не поправилась. И мы решили переехать от всего этого подальше. Ларри, признавайся. Зубы где-то оставил, нет? Ты помнишь первый раз, когда я увидел тебя без маски? Как такое можно забыть? Ты так яростно тряс башкой, что маска слетела с твоей головы и угодила мне прямо в лицо. Ты так переживал за мой разбитый нож, но сперва даже не заметил. Я чувствовал себя виноватым. Да, но потом, когда я сказал тебе, что я в порядке, почему ты заплакал? Потому что ты не отвернулся. О, блядь, это так мило. Я могу выйти внаружу. Ну, в таком случае, на дереве... Подождите-ка. А помните, как сюда приезжал доктор? И он упал с дерева и разбился. Может быть, его туша до сих пор здесь? Нет, смотрите-ка, прибрали. Ну, правильно. Чё, доктор будет лежать и валяться, тухнуть. Зачем? До сих пор не верится, что отец нас бросил. Совсем на него не похоже. Будто выдумка какая-то. Я... Я не... Я знаю, что ты что-то от меня скрываешь, Саул. Что-то про моего отца. Ты отстойно хранишь секреты. Ничего страшного, мужик. Я не поднимал эту тему, потому что доверяю тебе. Если ты от меня что-то скрываешь, то неспроста. Так ведь? Давайте ему скажем правду. Но он наш друг. Зачем ему пиздеть? Слушай, мне было очень тяжело молчать об этом. Но я не был уверен, где правда, а где вымысел. А еще не хотел тебя расстраивать. Но... Кажется, твой отец как-то умудряется со мной говорить. Что? Не уверен точно, он это или нет. Потому и молчал. К тому же он просил ничего тебе не говорить, чтобы уберечь. Он сказал, что тебе опасно знать правду. Но если это правда твой отец, то... Ну... Тогда он, кажется, не совсем человек. Но важнее всего то, что он вас не бросил. Он пожертвовал собой, чтобы попытаться остановить культ, чтобы защитить вас с Лизой. Он любил вас больше всего на свете. В смысле он не совсем человек? Блять, ну это сложно объяснить. Но твой отец, кажется, был пришельцем или типа того. Он совершил аварийную посадку на нашей планете после того, как его родную поглотила теневая чума. Он был со своей сестрой Эвелин, но... Она то ли умерла во время посадки, то ли потом разоблудилась. Он не очень внятно объяснил. Что, никаких комментариев? Слушай, тебе не обязательно выдумывать какую-то сумасшедшую историю, чтобы выставить моего отца героем. Пришельцы... Серьезно, чувак, пришельцы твоей истории реалистичности не добавили. Ларри, я не вру. Клянусь. Ладно, чувак, все нормально. Давай просто отпустим эту тему. Ладно, но мы еще к этому вернемся. Я ничего не придумываю. Блять, если это действительно так, ну это пиздец. Не хватало нам здесь еще и пришельцев. Мало того, что, блять, демон тут нахуй разгуливает, еще и пришельцы. А этот тогда кто, Ларри? Что он тогда загуманоид, если его мать-человек, а отец-пришелец? Ну, похоже на человека. На очень странного человека. Мы там зуб не нашли. Окей, тогда что? Тогда нам придется ехать на второй этаж. Где-то там будем искать зуб. Здесь ничего нельзя потыкать. Комната матушки. Комната матушки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я там был? Нет? Ларри! Куда, блять, за мной к хвостом ходишь? Говори! Лучше зайти проверить. Да, мы здесь были, и там только вонючий матрас. Ну и все. Мы уходим. Я проверил весь подвал, получается. Первый этаж. Мы тоже прошерстили, и поднимаемся на второй. На пятом, ребята, на пятом происходит всегда всякая дичь. Там точно должен лежать зуб. Янис, здравствуйте. А вы все еще здесь живете? Сали кромсали, медвежонок Ларри. Какой приятный сюрприз. Привет, Янис. Приветик. Что вас двоих сюда привело? Да мы просто зашли поздороваться и ищем привидения. На самом деле я ищу зуб. Ну, давайте поздороваемся для начала. Приветик. Привет. Привет. Ну и все, поздоровались. И все, и про привидения я больше ничего не могу спросить? Знал бы, тогда бы я, конечно, и про привидения сказал. Хотя она какая-то немного не в себе. Мне кажется, какой вопрос ей не задай, и все похуй будет. Эти ребята только что зашли в ванную вдвоем? Грег, ты здесь? Ау. Супер Гербой тоже молчит. Да и потому что в твоих руках ни хера не... Опачки. А что это у нас? Еще один зуб. Пока что мне зуб ногой. Чувак, перестань. Вот эти вот твои шуточки вообще неуместны. Да, смотрите, это получается третий зуб из пяти, но он весь сгнивший. И я не могу различить букву. Я ее вообще там не вижу. Но пусть будет так. Здесь у нас заперто старая комната. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мистер Рей, что вы здесь делаете? Привет, ребята. Ларри, ты уже пришел за добавкой? Нет, не так нормально, Рей. Спасибо. Здравствуйте, мистер Морисон. Сал, уже видел сад? Что думаешь? Блядь, ну я скажу, что тебя посадят надолго. Но на самом деле он прекрасен. Спору нет. Еще бы. Это истинная красота. Откуда вы все это достали? Если бы я тебе рассказал, то мне пришлось бы тебя убить. Хе, да, смешно. Нет, я серьезно, это не совсем легально, так что буду крайне признателен, если эта маленькая тайна останется между нами. Ну нихуя себе маленькая. И разумеется, я с радостью буду делиться с вами всякий раз, когда вам захочется. Ваш секрет безопасности, можете не сомневаться. Я так не думаю, безопасности вообще много не бывает. Знаю тот, не в восторге, но мы сделали из его старой спальни сад. Ну он знает, какую радость это нам доставляет. А еще он знает, что ничто не заменит пустоту в форме Тодда, которая осталась в наших сердцах. Ему повезло с такими любящими родителями. И такими замечательными друзьями. Я вам чертовски горжусь, ребята. Чертовски горжусь. Я тоже хочу такого же друга Рея. С таким же прекрасным садом. Ну и сюда мы зайти не можем. Ладно, выходим. У меня были мысли, может быть это не тот зуб, который мы нашли, но он помечен как третий из пяти, поэтому да, другого не дано. Скорее всего, где-то нам придется вводить эти буквы и придется подбирать. Блин, тут до сих пор фанище стоит. Да уж. Но мы ненадолго. Мы быстренько сейчас зубы найдем. Ой, блядь. Блин, не, не, не могу. А что? Что ты не можешь? Ну не смытое говно и что, блядь. Такие унитазы практически в каждом общественном туалете. О, пятно крови, ну-ка, доставай. Гербой, давай что-нибудь считывай там. Не, даже твое четырехкопытый дружок прячется. Что-то здесь произошло в апартаментах, ребят. Никакой активности. Это очень странно. Кто-то почистил все следы. Хм, тут слегка надорван ковер. Но рукой его не поддеть. А что не поддеть-то? Вон, смотри, блядь, край-то как торчит. Допустим, нам пригодится какой-нибудь нож. Интересно, что сделали с трупом мистера Пакертона? Ну, мы точно знаем, что его не пудали на обед. Да уж, надеюсь, что нет. А почему нет? Если колбаса нормально расходилась, то почему бы и нет? Че вот так сказать, добру-то пропадать, правильно? Не слушайте меня. Я должен был понять, что те ребята не настоящие копы. У меня от них было странное чувство. Понятия не имею, как они умудрились вдвоем убрать тут все за ночь. И это точно были те же самые мужики, которые притворялись копами, когда умерла миссис Сандерсон. Я утром видел, как они уходили. Я их тоже видел, помнишь? Угу. Может, поэтому они ночью и пришли? Поняли, что мы их узнаем? Тот так и не сумел выяснить их настоящей личности, да? Угу. Но готов поклясться, что пару недель назад видел, как один из них заходил в церковь. Я за ними теперь каждый день наблюдаю, они там частенько собираются. Только в церквях так постоянно делают. Собираются. Может, ничего важного? А может, что-то очень важное? Мне всегда было не по себе от этой церкви. В детстве мы пару раз поднимались на молильный холм на праздники. Я обсуждал с Тодом возможность установить там скрытые камеры и записывающие устройства, просто чтобы проверить. Круто. Понятно. Приятно вновь прибегнуть к ВИП. ВИП? Взлому и проникновению. Ты чё, чувак? А, да. И опять зубов нет. Но, скорее всего, вот там под ковром, который нам нужно чем-то подцепить, будет лежать ещё один зуб. Ну и ничего другого я здесь не нашёл. Ладно, пойдём в следующие комнаты. В правом крыле мы ещё не были. Здесь кто-нибудь есть? Так-так-так-так-так-так-так. Перочинный нож. Заебись. Здорово, он может пригодиться. Конечно, я даже знаю, где он нам пригодится. Пойдём сейчас и отдерём половицу. Ковролин. Да, больше мы никуда не сможем попасть. Так, где это мы были? Это мы были, получается, в 201-й. В 201-й. И дальше вторая спальня. Вторая спальня и... Нет, не вторая, первая. Да, именно здесь. Как раз под кроватью. Ну ты нож-то бери. Вот, используем по назначению. И получаем... Блядь, а тут сейф? Нам нужно ввести пароль. Угу. Интересно, интересно. Какие могут быть цифры? Но здесь я ничего не вижу. Бать, опять головоломки начинаются. Получается, нам нужно сначала найти все зубы, чтобы знать все эти буквы. Где-то их применить, ввести. И потом мы узнаем цифры. Рискну предположить, что именно так. В новостях сказали, что Чарли выпускают из тюрьмы. Смотрел? Смотрел. Только это не настоящий Чарли. Как думаешь, а где он сейчас? Ну, в смысле настоящий Чарли? Думаю, он либо в лапах культа, либо они его уже убили. Или пустили на колбасу. Фу. Я с этим чуваком хреновенько сходился, но никогда не заслуживал оказаться в колбасе. Чарли был немного странным, но хорошим. Он даже начал мне нравиться, пока мы не решили, что он убийца. Блин, мы ему конкретно подговнили, да? Мы не виноваты. Мы не могли знать. И ты собственными глазами видел, как он ее убил. До сих пор кошмары снятся. Да, такое бывает. И никто уже нам не поверит. Уже, ребят, ничего не вернуть. Время вспять не повернешь. Но здесь давно никого не было, поэтому, мне кажется, и зубов-то тоже здесь нет. К тому же на втором этаже мы уже нашли. Поехали на третий. Здесь я уже все обошел. А на следующем мы живем. Здорово будет, если я у себя в хате найду. Блин, наркоман вообще отсюда, походу, сваливать не собирается. Че бы ни произошло. Ну и действительно, а куда ему такому деться-то? Прифсал, прифларе. Че как, ребята? Привет, Дэвид. Мы тут просто по квартирам ходим. Как у тебя дела? Ай, какие молодцы. Только я ща говорить не могу. Сара моя приболела. Да, заботиться о ней нужно. Надеюсь, ей скоро станет лучше. Если тебе что-то понадобится, мы рядом. Спасибо, ребят, спасибо. Я понял, почему она отсюда не съезжает. Потому что этажом ниже выращивают, сами знаете что, там прекрасный сад. Поэтому ему смысла отсюда сваливать нет. Ой, че как пацаны? Йоу. Привет, Сиджей. У тебя сегодня вечеринка. Не, ну вечером придут Зи и Сиера, как старые добрые. Вы тоже заглядывайте, если сможете. Ну, круто. Мы запомним. Зашибись. Так, а вот это... Ага, там какие-то маленькие шарики валяются. Это, видимо, мячики для пинг-понга, а не зубы. Хорошо. В этом крыле мы все просмотрели. Что у нас здесь? А Пых тоже живет тут? Никуда не съехал. Привет, ребята. Ой, блядь, а у них там уже мелкий. Привет, Сал. Привет, Ларри. Сави Крам Сави. Еб твою мать. Ребят, у вас тут зубов нет? Пых плюс мейб. Ну, они сошлись после школы. Все к этому и шло. Привет, ребята. Йоу. А что вы замышляете? Как обычно? Здорово, что некоторые вещи никогда не меняются. Ом, расследуйте очередное секретное дело. Если мы расскажем, то секрета не будет. Не так ли? И то верно. Вы видели что-нибудь странное? Например, зубы разбросанные в апартаментах? Неа, все спокойно, никаких призраков и всякой жуткой фигни. Надеюсь, так оно и останется. Ну, а как вы вообще в целом? У нас все в порядке. Взлеты и падения, все такое. Ну, ничего серьезного. Ага. А ты как сал? Давненько мы тебя не видели. А у меня все нормально. Учеба много времени отнимает. Пых, я слышал, твои родители съехали. Пару месяцев назад в квартире стало слишком тесно. Да и они хотели, чтобы у нас было свое местечко. Нам нравится. Здорово, что они оставили вам квартиру. Ой, вспомнила. Я сегодня должна к родителям съездить. Сладкий, присмотришь за содой, пока меня нет? Ой, а что они его там сахар или соль не назвали? Почему именно сода? Конечно. Ну, ладно, ребятки. Увидимся. А с ним тоже можно, да, поговорить? Приветик, Сода. Как поживает моя любимая малышка? Хочешь прокатиться на плечах дядюшки Сала? Ой, Сал, у нее сыпь. Лучше не брать ее на руки. Спасибо за предупреждение. Мамочка. Да, лапушка. Я хочу прокатиться на плетях дяди Сабы. Булочка, давай не сегодня, хорошо? Помнишь, что я сказала утром? А, ха-а-фо. Ой, ну не переживай, малышка Сой. Если пить лекарство, которое я сегодня дал доктор, то у нас быстро полетишь. Обещаешь? Обещаю. Обязательно. Все, не подходи ко мне, мелкий. А то еще заразишь меня ветрянкой. Давайте подальше отсюда уйдем и помоем руки. А то малый брик какая там зараза есть. Так, а что это у нас тут в 304-й? Почему дверь приоткрыта? Что это, блядь, за зеленый свет? Где-то здесь точно должен быть зуб. Ага, как чуял. Так, быстро проверяем. Тебе не по зубам, мой тонкий юмор. Да уж, конечно, куда мне за тобой, Ларри. Давайте посмотрим. Да, 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 да. Это четвертый зуб. И получается здесь буква С. Получается Нэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ где мы найдем пятый зуб. А может их больше? Меня смущает этот сгнивший зуб. Он не информативен. Давайте со своей хаты начнем. А я-то думал, а где Лиза? А куда она уехала? Ну все понятно. Ой, блядь, папка. Старый ты хрыч, а. Все ясно. Все понятно. Так, в ванной. Подождите. А, господи, я уже забыл. Я всполошился. А где, думаю, контейнер-то для говна от нашего кота? А потом-то я вспомнил, кот вместе с нами переехал. Это же мой котейка, как я его мог тут оставить? Привет, пап. Привет, Лиза. Привет, ребята. Привет, парни. Йоу. О, когда мы в последний раз вот так всей семьей собирались? Эм, недели две назад? Хе-хе, сал. Нужно сегодня всем вместе поужинать. Ну, мальчики, что скажете? Лиза раскроет мне секрет приготовления своей лазаньи. Ммм, Лиза, лучше твоей лазаньи в мире не сыщешь. Ой, спасибо, сладкий. Не откажусь от бесплатного ужина. Мне на сегодня планы. Но если я рано освобожусь, то обязательно приду. Ладно, когда ужин будет готов, Ларри отправит тебе мгновенное сообщение. Или как вы там это называете? Пап, это называется смс. Точно-точно. Это шутка. Договорились. А без проблем, если мы сейчас быстренько все зубы найдем, найдем, куда их вообще нужно вставить, применить, и откроем сейф под ковром, то, да, пожрать это прям вообще, почему бы и нет. Так, нихуя здесь нет. Ну-ка пойдемте в папину комнату. Живут вместе, а кровать односпальная очень странно. Кто спит на полу? Батя, признавайся, ты каблук, что ли? Тебя на диван отправляют спать? Или в кресле ютишься? Окей, ничего мы здесь не нашли. Ну и все правильно, потому что квартира-то жилая, откуда там будут зубы разбросаны. Батя, у нас такой человек... Ох ты, блядь, а это кто такой? Роберт. Гей-гей, а вот мои ловители привидений. Привет, чувак. Привет, Роб. Как продвигается охота? Но эта информация строго засекречена, но, скорее всего, это наш какой-то дружбан, поэтому скажем как есть, здесь все пусто. Призраки уже давненько не показывались. Это хорошо или плохо? Мы не уверены, но как раз пытаемся выяснить. Понял. Видел в последнее что-нибудь странное? Хоть что-нибудь. Ну, у меня на левой ягодице какой-то странный бугорок вскочил, если бы вы могли взглянуть... Не уверен, что у нас для такого подходящая квалификация. Нет, нам нужно определенно посмотреть, потому что, может быть, у него из жопы вылазит тот самый зуб, который мы ищем. Да я же вас просто наебываю. Моя задница гладкая, как масло на булке. Ха, булке. Ларе, ну ты и шелунишка. Хорошо. А то я уже хотел знать и с него штаны снять. Хорошо, что не пришлось. Идем дальше. Там мы не пройдем. Что у нас здесь? Так, 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 так. Здесь произошло то самое первое убийство. Может быть, кто-то оставил зуб? Ух ты, блядь. Мистер Сандерсон? Ой, извините, мы не знали, что тут кто-то есть. Мистер Сандерсон? Привет, Ларри. Я просто прощался с Энди. Прощались? Сегодня я уезжаю из Нокфилла. Просто мне... Мне нужно отсюда уехать. Ясное дело. Вам через многое пришлось пройти. А вы... Это может прозвучать немного странно, но никто из вас случайно не видел мою жену где-нибудь поблизости? Не знаю, верите ли вы в призраков. Думаю, я просто надеялся поговорить с ней еще хотя бы разок. Но мы ее видели, мы ее не видели. Нет, мы ее не видели. Понятно. Что ж, возможно, теперь она в лучшем мире. Надеюсь, что так и есть. Сэнди этого не заслужила. Боже мой. Ребятки, не могли бы вы сделать мне одолжение и дать побыть одному. Конечно, мистер Сандерсон, без проблем. Давайте знать, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо, Ларри. Я получаю достижения, давно не виделись. Подождите-ка, я хочу туда еще раз зайти. Лучше оставить Германа в покое. Несчастный мужик совсем разваливается. Как думаешь, совет позволит ему уехать из Нокфилла? Блин, надеюсь, он и так столько пережил. Да, но если он был в культе, пока его жена не умерла, а потом попытался разорвать с ними связь, как мы думаем, они точно за ним следят? Ты, скорее всего, прав. Но от них так давно ничего не слышно. Может, культ распался или типа того? А может, они просто залегли на дно и выжидают подходящего момента? Возможно. Мы их в любом случае найдем. Но нельзя его оставлять в таком состоянии. Он ведь может просто взять и наложить на себя руки. И мы потеряем еще одного, возможно, хорошего человека. Так, 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 так. Тут видеокассета, но она сломана. Так тут и камера расхерачена, я тебе больше скажу. И все, да? Ну и починить, естественно, мы ее ничем не можем. Ножом явно мы не поможем. Если бы была изолента, то, конечно, да. Потому что вы сами, ребята, прекрасно знаете, изолента чинит все. Ну и у нас остается пятый этаж. Кто-то что-то делал на четвертом этаже. И чтобы его не спалили, он оторвал камеру видеонаблюдения и делал свои грязные дела. Угу, все понятно. Так, Ларри, смотри в оба. А вот у нас еще одна кассета. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, 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 хорошо. Вот это уже приятная находочка. И здесь мы ее можем посмотреть. Ну-ка, голод. Голод раздирает мой живот, и все же я пока не умерла. Сколько времени прошло? В этой бесконечной ночи понять невозможно. Как долго я гнию в этой ебучей тюрьме? Без еды, без света, без сна, без связи. У меня ничего нет. Ничего. Проблески жизни вдалеке, до которых не дотянуться. Хотела бы я, чтобы они уже открыли эту гребаную воронку. Чтобы разодрали этот мир к чертям. Чтобы все это закончилось. Мне нужно, чтобы это закончилось. Интересная находка. Салли, а ты ничего сказать не хочешь после увиденного? Хоть какие-то комментарии вообще будут с твоей стороны? Ларри, ты это видел? Мой отец частенько оставался в этой комнате еще до того, как сошелся с мамой. Правда? Это было еще до того, как тут все затопило, или что-то еще произошло. А может быть это его батя и снимал? Какой, знаете, ебанутый пришелец. Так, ладно. Ну-ка, 504-я. Где-то здесь должен лежать зуб. Я вам точно говорю. Ну-ка, пойдемте в ванную. Меган? Ау, ты здесь? На супергербой тишина. Ой, а куда делось ошерелье? Хм, я не заметил, что оно пропало. Странно. Может, поэтому она к нам и не выходит? А что насчет остальных? Не знаю. Тайна покрытая мраком. Очень много вопросов. Что-то там у нас какое-то средство, блядь, разлито. Вряд ли это средство для чистки туалета. Так, ну в этой спальне мы уже были. Это ты доски убрал? Ну да, утром, когда все осматривал. Ладно, давай взглянем еще раз. Стэйси? Стэйси, ты здесь? Супергербой молчит. Стэйси всегда было сложно призвать. Я совсем не удивлен, что и в этот раз она не объявилась. Ты прав. По крайней мере, надеюсь, что она с Меган. Блядь, а где зубы-то? Пойдем в дыру. Сколько смерти и разрушений под одной крышей. Ага. Мне очень жаль семью Холмсов. Они не заслужили того, что с ними произошло. И как бы мне не хотелось ненавидеть Люка за то, что он натворил, я испытываю к нему лишь жалость. Он навлек на себя беду, когда решил помочь Совету с призывом демона. Отстойно, что ему пришлось втянуть в это и Меган со Стэйси. Думаешь, он и правда мертв? Красноглазый демон? Ага. Я знаю, что Бластер Тодда, скорее всего, уничтожил демона, но это было слишком просто. Тебе не кажется? Понимаю о чем ты. Раньше я думал так же, но уже несколько лет не было и намеков на его появление. А что если мы, типа, только ранили его, а он теперь ждет где-то во тьме, набирается сил? Тогда мы снова отправим его в ад, как только он появится. Ну, план вообще неплохой. И он полностью устраивает. Но здесь нет, блядь, пятого зуба. Хорошо, у нас осталось еще две квартиры. Может быть, я где-то его пропустил? Ну, я вроде как внимательно смотрю под ноги. Попробуем сходить в другие квартиры. Может, он где-то там валяется. Ну, просто других вариантов нет. И даже если я его найду, что потом? У меня один, хоть никаких задач нет. У меня вообще одна основная задача обыскать все эти аппартики, то есть, я так понимаю, исследовать все комнаты. А вот и зуб. Что? Похоже на дне птичьей клетки скрытая панель. Не замечал ее раньше? Странно. Один из винтов отсутствует, будто кто-то уже пытался ее снять. Но у меня есть нож. Чтобы и снять, мне понадобится отвертка или что-то типа того. Зачем тебе отвертка, если у нас есть перочинный ножик? Достаешь лезвие и аккуратно вот так откручиваешь стали. Ну ты что, в самом деле? Вот, использовать. Красавец! Он там, кстати, зуб еще лежал, но он почему-то его не взял. Да, вот сюда мы должны вставить, получается, эти самые зубы и в центр... И в центр что-то еще, нет? В центре, может быть, должен лежать гнилый зуб. Так, секунду. Сейчас мы попробуем зайти еще вот сюда. Может, все-таки здесь будет лежать пятый зуб. Нормальный человеческий. Пресвятые фикашки. Вы совершили ошибку. Какого черта, мужик? Это тот самый бомж из первой серии. Нам всем придет конец. Да, а что ты вообще несешь? Тебе нельзя здесь находиться? Тьма сгущается. Этот хрен напугал меня до усрачки. Я, кстати, уже видел, как этот бомж здесь спит. Интересно, что он имел в виду? Как по мне, так это просто бред сумасшедшего, чувак. Не верь ему. Ну-ка, бомжар, а ты зуб оставил? Вот, вот вижу зуб. Прекрасно. Что в этот раз без дебильных калампуров? И в мыслях не было. Зуб даю. Ну, конечно, ларь и без калампура. Да, у нас получается... Какой-то НС. Чего, блядь? Допустим. Ну, у нас один гнилой зуб. Скорее всего, нам нужно будет вставить его, получается, в центр. А остальные расположить по частям света. Потому что Н, это у нас получается норд, то есть север. Соответственно, это у нас будет юг. Он находится на противоположной стороне. Ист, это у нас запад. Какой ист? Это восток. И бланшит несешь. Восток у нас должен быть всегда справа от севера. И здесь получается запад. Ну и гнилой зуб мы вставляем посередине. Все. Работай, сука. Нет, не работает. Значит, нужно поменять их местами. Значит, получается, что у нас юг будет здесь. Здесь у нас будет север. Ну, скорее всего, потому что, как бы, нижняя стрелочка, она обозначена красным. И вот, вот она, пожалуйста, ребята. Ого! Кажется, я нашел ключ, который ты потерял. Я его не терял, я просто... Погоди, откуда он вообще там взялся? Я его туда не клал. Кто-то хотел, чтобы мы его нашли. Они не могли, не знаю, просунуть его в щель под моей дверью или положить в почтовый ящик. Реальность вообще, как запутанная паутина. Чего? Салли, что ты несешь? Забей, ключ у нас. Пойдем проверим храм. Подождите, какой еще нахуй храм? Проверить храм. Нихуя не понял. Какой храм мы должны проверить? Неужели тот, который был на пути сюда, в эти самые апартаменты? То есть, я прям вообще отсюда выйти, что ли, должен? Не понял. Какой храм? Нет, я выйти отсюда не могу. Какой-то нужно храм проверить. Возможно, храм, который там находится где-то в подвале. А, все, 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 я понял, какой храм. Нам, получается, нужно проверить тот самый храм, в комнате которой мы где-то тут, по-моему, заходили и под половицей, под половицей мы находили люк. Все, я понял, куда нам нужно идти, и туда мы отправимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok